Царь небесный, утешитель дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподатель, Принди вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, И спаси благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами и в этот вечер, сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему, Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. И Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Послание к римлянам, святого апостола Павла, 5 глава, 15-16 стихи. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Толкование Христос доставил пользу не в такой лишь мере, в какой причинил вред Адам. Если грех столько был силен, что вследствие падения одного осуждены все потомки его, хотя они не пали, то гораздо больше и обиднейшее действие произведет на многих благодать Бога Отца и не только его, но и Сына Его. И дар Божий не может быть равномерен осуждению через одного согрешившего. Ибо преступление, то есть грех, подлежащий осуждению, проистекающий от Адама к осуждению, то есть к смерти. И множество грехов всегда существовали в потомстве его. Так что люди находились во власти многих грехов и смерти. Так, пожалуйста, секундочку, сейчас подключу еще. Продолжаем толкование читать. А дар благодати к оправданию от многих преступлений. То есть благодать не только изгладила этот единый грех, но и другие грехи, за ним следовавшие. Ибо стало для нас воправдание, подавая нам отпущение всех преступлений, совершенных после падения. Так, по прочитанному вопросы есть. На прошлом занятии тоже сравнивали, вспоминайте, грех одного Адама и благодать одного Христа. Как в Адаме все мы умираем, во Христе новый Адам, то есть его потомство, мы христиане, от семени его. То есть мы уже не под проклятием находимся, как те от первого Адама, от Ленного. Вспоминайте, да? Римлянам 5 глава 17-18 стихи. Если из-за того, что один человек ел от запрещенного древа, стала царствовать смерть, то тем паче мы, получившие обилие и избыток благодати, и оправданные, будем жить и царствовать посредством Единого Иисуса Христа, «Которого мы, братья, с которым совокупились мы в одно тело, с которым соединились мы так, как тело с головою, ибо мы получили непростое и неединообразное благо, чтобы оставалась еще для нас возможность сомневаться относительно будущего. Наши блага – плод обильной благодати». Представь, что кто-нибудь много задолжал и ввернут в темницу вместе с женой и детьми, а потом не только освобождается от темницы и долга, но получает и десять тысяч талантов, вводится в царский дворец, удостаивается высокой чести и становится сыном царя. Так точно случилось с нами. Итак, говорит апостол, заканчивая мысль, как через преступление одного, что выше назвал он грехом, то теперь называет преступление, разумея грех Адама. Все люди подверглись проклятию, так и через оправдание единого Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха, и жизнь вместо смерти. Пожалуйста, если у кого есть вопросы. Римлянам 5.19 Здесь казалось бы повторение, но на самом деле его нет. Выше сказал в 18 стихе, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание. А теперь объясняет, в чем состояло прегрешение единого и говорит, что оно было ослушание, через которое многие соделались грешными, то есть повинными наказанию и осужденными на смерть. Объясняет также, в чем состоит оправдание единого, то есть Христа, и говорит, что оно есть послушание даже до смерти. И смерти крестной, через каковое послушание сокрушена смерть, и мы освобождены от осуждения на нее. Вопросы? Да, то есть вот впереди повествовалось о преступлении и оправдании. А здесь о непослушании и послушании, то есть и праведности, и грех. И толкователь нам говорит разницу. Ибо Христос был послушан даже до смерти и смерти крестной. Послушание Богу, Его Слову. Ибо Он есть Сам Словом, но однако же перед крестными страданиями, вспоминайте, Он говорил, что ты оставил Меня? Молился в саду. Это как раз и доказывает то, что Он взял на себя грехи мира. Он безгрешный, но грехи мира взял, и поэтому так и молился. Двадцатый стих. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Толкование. После того, как доказал, что в Адаме все осуждены, а во Христе спасены, кто-нибудь, вероятно, мог усомниться и возразить. Что же делал в течение стольких лет закон, если оправдал нас Христос? Закон пришел, то есть дан был на время, не был главной и важнейшей потребностью. Когда же Он пришел, то преступление умножилось, ибо Он давал множество заповедей, но все эти заповеди люди приступили, почему и умножилось преступление. Частица Ж указывает на последствия. Закон дан для уменьшения и истребления греха. А вышло противоположное, не по свойству закона, но по нерадению людей. Но тогда, как через закон умножился грех, через Христа благодать Божия явилась преизобильно, не только освободив нас от грехов, но и оправдав и соделов небесными и усыновив Богу. Поэтому не сказал изобиловать, но преизобиловать, показывая этим большое изобилие ее. Вопросы, комментарии, дополнения. То есть, не закон виноват в том, что люди его стали нарушать. То есть, до закона было меньше преступлений, потому что закона не было. Появился закон, заповеди, люди стали нарушать. То есть, грех увеличился, но не потому, что закон плохой. Закон-то был дан для того, чтобы люди не грешили, не убили, не прелюбодействовали. Не лжи свидетельства. Они это делали. Так что, закон виноват или люди, грешники? Конечно, люди. А впереди-то читаем, так зачем тогда был закон? Для чего, если он не освобождал от греха? Ну, будем читать дальше. Он был где-то водителем ко Христу, нянькой. Без этого никак нельзя было. Римлянам, 5 глава, 21 стих. «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Толкование. Сказав, что благодать явилась преизобильно, апостол, чтобы мы не были неверными, показывает, что такое явление ее соответствует цели и говорит. «Грех был царем, а смерть – воинам, им вооруженным». Если же царствовал над нами грех, имея смерть как бы воинам каким, то тем паче воцарится в нас благодать, сообщающая праведность, уничтожающая грех, и вместе с истреблением греха – истребляющая и смерть, а у последней – оправдание. Итак, оправдание умертвило царя грех, а с ним вместе смерть, и, наконец, введена вечная жизнь. Так, вот это вот я не уловил, у последней – оправдание. То есть, у последней – к смерти это относится, а какое у смерти оправдание? Оправдание в том смысле, что возмездие… Смерть Христа. Возможно, смерть Христа. Смерть Христа отравдывает нас, да? То есть, кто-то за грех должен умереть, и это вот как бы заместительная жертва, она нас оправдывает. Ну-ка, давайте еще раз. Если же царствовал над нами грех, имея смерть как бы воином каким? То есть, грешник, он всегда умирает, и не просто умирает, но и вторая смерть будет. Так два воскресения, так две и… Сергей, смотри, тут как бы воином каким? То есть, смерть – это как оружие было? Это сейчас я на звук добавлю. Ага, Слав, говори. Смотри, видишь, он говорит, как бы воином каким. То есть, смерть была как воином, как оружием у греха. И она умерзвляла, то есть, грешника, то есть, уже непосредственно. А здесь, то есть, дальше он говорит, то тем паче воцарится в нас благодать, сообщается праведность, уничтожающая грех, и вместе истреблением греха, истребляющей и смерть, о, последнее оправдание. То есть, воин, вот этот, который, как вот этот воин, как он назвал его, воин у греха смерть, то здесь он, этот же воин, явился в оправдание. То есть, Христос умер этой смертью за нас. То есть, это явилось уже воином у праведности, у благодати. Я так это понял. И именно поэтому оправдание написано. А мне кажется, что, перечитали вы, гляди, слово дальше, сообщающая праведность, и вот это к праведности относится, а у последнее оправдание, то есть, у праведности оправдание, вот и все. Ну, дальше-то и так, то есть, как бы вывод делается, оправдание умертвило царя, царя с маленькой буквы, кто царь? Царь, ну, который смертью, дьявол, наверное, имеется в виду, у него была держава смерти. Оправдание, чье? Христово. Умертвило царя, грех, а вместе с ним смерть. То есть, сейчас смерть невластна, мы воскреснем, мы верим, что раз Христос воскрес, она над ним невластна. И, наконец, введена вечная жизнь, в которую мы верим. Раз Христос воскрес, значит, будет вечная жизнь. То есть, вот это наша жизнь, мы не умрем, мы перейдем из одного состояния тленного в нетленное, то есть, из временного в вечное. Ну, мы праведники, имеется в виду, если Господь сподобит своей благодатью. И будем мы верны Ему до смерти, и смерти крестной, может быть, даже. Взирайте, помните стих такой, подражая, поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. То есть, может, праведный там, жив всю жизнь праведный, а потом перед смертью впал там или в ересь, или в грех какой-то, и все, Царство Божие закрыто. Видите, как у... А человек всю жизнь там грабил, насиловал, убивал, а потом Христа исповедовал Богом. Успокаялся. И в рай первый вошел. Ну, нет, тут оправдание, все точно, да, оправдание относится к благодати, а не к смерти. Тут прав этот Игорь. Ну, да. Сейчас. Я еще хотел тут вопрос задать, как бы такой риторический здесь. Вот глядите, сколько мы читаем уже, тут третье занятие, и все об одном и том же. То есть, апостол Павел доказывает нам, что без Христа невозможно спасение. И во всех подробностях, о дьяволе, как тут... Причем тут дьявол, причем тут грех, праведность, благодать, как оно все влияет на человека. И все только для того, чтобы показать, что Христос Бог, Христу Господь отдал, все положил под ноги Его, для того, чтобы все уверовали спасение только через Христа. Вот мне кажется, только к этому все ведет. Потому что мы опять одно и то же говорим, только через разные стороны жизни Христа подходим. То воскресением Его, то Его жизнью, как вот в конце занятия Игнатий Ильич на том занятии нам рассказывал. И так далее. И смертью Его, и вот всякой, и жизнью, и смертью, сошествием в ад. Везде оправдание только через Христа. Ну и надо полагать, конечно, они язычники, они веровали в 600 богов почти что. И поэтому, ну, еще одного Бога Христа поставим, да и будем молиться. Но надо было убрать этих почти 600 богов. И должны были прославлять одного Христа, для того, чтобы иметь вечную жизнь, истинную. Да, закон был где-то водителем ко Христу, а вот эти законники, это книжники и фарисеи, они никак не могли перестроиться на новый завет, на новые рельсы, то встать так. Поэтому апостол Павел-то, и он пишет римлянам, доказывая все. Ну вот Игнат Игнатий вчера сказал, что вы ведь все останавливаетесь, вы дальше идите, там все понятно, не надо там никаких вопросов задавать. Это, мне кажется, об этом и есть разговор, что действительно, об одном и том же говорит он постоянно. То есть как бы мы уже как напитанные веры во Христа, а там у людей отношение было такое еще, как у новоначальных. Но это не надо полагать, Христа никто не знал, кроме апостолов, которые с ним ходили. Продолжаем. Римлянам 6.1.2 Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Толкование. Апостол сказал, что когда умножился грех, призабильно явилась благодать. Вследствие этого иной мог бы рассуждать. Итак, не перестанем грешить, чтобы благодать явилась обильнее. Апостол опровергает такое рассуждение, выражаясь отрицательно. Никак. Как обыкновенно выражается он о чем-нибудь, то о... Простите, никак. Как обыкновенно выражается он о чем-нибудь, по общему признанию, крайне нелепом. Потом приводит доказательство. Поскольку мы умерли до греха, стали мертвыми для него через крещение, так что уже не должны слушаться его, то как же нам еще жить в нем, иметь расположение к нему и слушаться его, то есть греха. То есть если мы в крещении отреклись от сатаны, от всех дел его греховных. Отсюда узнаем, что через крещение всякий верующий действительно умирает для греха, но по нерадению своему он сам как бы вот в кавычках это слово воскрешает себя и тотчас оживает для него, лишь только соединиться с ним. Напротив, старательный всегда сохраняет в себе эту мертвенность и, чтобы не приказывал ему грех, не повинуется ему как мертвый. Вот, то есть сказано в одном месте «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Также вот грешнику, грешник назван мертвой и праведник назван мертвой, только в другом отношении ко греху. Там мертвый к добродетели, к добрым делам он грешный, был мертвый по преступлениям, сын мой был пропадал, пропадал блудный, помните, был мертв, ожил, пропадал и нашелся. Вот, а здесь мы должны быть мертвыми ко греху. То есть, все, какой бы нам сатана грех не предлагал, через кого, ну, мертвую нет и все. Рома, не балуйся, я пишу занятия, зачем вот ты отвлекаешься, то выйдешь, то зайдешь, римлянам 6 глава 3-4 стихи. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, «Дабы как Христос воскрес из мертвых, слава и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Толкование. Рассказывает, как умерли мы для греха, через крещение. Мы крестились в смерть Христа, значит, и мы должны умереть, как умер Он. Ибо, что для креста, крест и гроб, то для нас крещение, хотя и в другом отношении. «Потому что Христос умер и воскрес плотью, а мы умираем для греха и воскресаем для добродетели, дабы как Христос плотью воскрес из мертвых, слава Отца, то есть собственной божественностью, ибо слава Отца Сын. Так и мы воскресаем другим воскресением, то есть новым образом жизни». «Когда блудник становится целомудренным, то представляет собою смерть и воскресение, смерть порока и воскресение, и оживление добродетели в человеке». Ну вот, прекрасный пример. Мне кажется, это подчеркнутое крещение. Надо подчеркнуть и сказать, что именно здесь он начинает, апостол Павел, говорить о том, чего сегодня не делают его в храмах. Ни у католиков, ни у нас, да и неправильно у протестантов. Погребся, говорит, то, что гроб для Христа, сколько дней он был во гробе? Три дня. Значит, троекратно должен быть погружен человек, погружен в воду. Там написано «погружением», понимаешь? Крещение – это погружение. Главное, с такое слово взяли, это церковнославянское крещение. Нет, что погружение, так и осталось. А только редко-редко мелькает это слово «погружение». И все, и они сейчас, да, а сейчас другие начали даже погружать, но за деньги. Вот нарочно не придумаешь, как выкумаривают вот все сейчас эти злоделатели, якобы от имени Господа. Полторы тысячи. Причем, брат, крещение с погружением раза в три-четыре дороже, чем такое-то у них. Воды жалко, понимаешь? Ну, никуда не годится. А вот апостол об этом пишет, видишь? Я думаю, надо это отметить, что тут прям явно. Но слово «крещение» заменить погружением, и уже вообще на каждом шагу у апостола Павла будут спотыкаться, читая народу. Ну, а ничего, они опять читают на церковнославянском, так что пока русский не будет русского языка знать, Евангелие на русском языке, Слово Божие. Я вот начитываю открытым оком тема старообрядцы. Там это держится погружение строго, но немало не помогает, потому что церковнославянский язык непонятно, и даже погружение, ну, может кто-то там понимает, что это символично, это гроб, но я сомневаюсь, потому что вера это не евангельская, они не идут, не благовестны, никто. Такая вот, это вот как тогдашние фарисеи, они, то есть возомнили о себе, что только у них спасение, и все, и отделились, и никого не признают, а потом дрогаться, дрогаться дальше, не евангельский дух-то. Понятно, что погружение, я за погружение, но предварительная катетизация, если ее нет, то и погружение не поможет, и обрезание не поможет. Помните, там читали-то про апостола Павла, говорит, не вменится ли необрезанному, если он по правде живет, в обрезании? Обрезание, оно... Недавно беседовал с таким братом, который облечен доверием, многие знают его, и он был у старобрядцев в новой церкви, в новой церкви, которую построили здесь, в Барнауле. И он, говорит, я там был у них, даже на занятиях ниху, у них занятия идут, я говорю, а занятия по Слову Божьему? Нет, изучают жития святых. Да так, говорит, пересказывают точно это жития святых и так далее. То есть, какая катетизация может быть человеку, который верует во Христа через жития святых? Ну попробуй, какое нужно житие святых открыть, чтобы человек понял, что это его. Допустим, если Авраама взять, житие еще понятно, там боги, вера, допустим, житие апостолов брать, а если житие вот святых, да еще новых святых, там монахов, там в основном житие, это все монахов идет, ну когда мучеников еще бывает. Ну кто, когда Мария Египетская подражала у нас последнее, ну я вот про это и говорю, ну попробуй ты через занятия по житиям святых, занятия по житиям, ну это, ну я не понимаю этого, как можно прийти к катехизации во Христе Иисусе Господе нашим? Так, Игнатих, конечно, руку поднимали, нет? Да, почти что. Я хотел вам вопрос задать, вот вы где-то бываете, проповедуете, говорите, и кто-то вам встретится и скажет, а на каком основании, что три погружения? Так, кто хочет ответить на этот вопрос? Я могу ответить. Кто желает ответить, только человек, который вам встретится, он будет не православный, он будет из протестантов, допустим, Баптист, это самое близкое к нам, и скажет, я согласен со всем, ну я так привык, возвращен на Священном Писании, вы можете мне это доказать, что троекратное погружение, он не спорит, ничего, желает получить подтверждение, так, начинайте. Об этом говорит Священное Писание, в словах, конкретно, идите, идите, научите все народы, крестяя их, то есть погружая во имя Отца, то есть раз, во имя Сына, два, и Святого Духа, три. Отсюда мы узнаем, что три погружения. Вот как раз про три погружения тут ни слова нету, а говорится, слово погружение один раз, тут суть-то в чем дело. И когда крестят, то говорят, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Понимаете, вы найдите место Писания, где бы было прямо сказано. К вам подходит человек. Ну-ка, давайте, напрягитесь. Что вы будете говорить? Человек расположен. Я, говорит, ни слова против не говорю. Я знаю, что православие идет от апостольских времен. Я, говорит, уже совсем православный, но я хочу, потому что меня знают, что я уже почти православный, но я еще у баптистов. И они говорят, а я ответить не могу. Поможем этому человеку. Давайте, напрягайтесь. Интересный вопрос. Очень даже... Три ночи был в очереди Китая и Оно, так и Господь был в очереди смерти и ада три дня и три ночи. Три дня и три ночи. Ну и что? Так, никто не оспарит. Я, говорит, тоже верю, три дня и три ночи. Я спрашивал, не сколько во гробе был, а сколько раз погружать нужно. Выныривать из воды сколько раз? Вот поэтому... Вот поэтому он был погребен три дня, поэтому троекратно погружается человек. Три раза его из гроба воскресал, опять ложился, опять воскресал. Вы, Валейка, думайте, что... Вмещаемся. Вопрос серьезнейший. Как легко. Если бы он три раза воскресал, ложился, опять воскресал, тогда бы понятно было. А тут в воде скрываемся, мы умираем, как говорит об этом Кирилл Зарусалимский. Филак говорит, умираем. Выдорнул теперь, что опять ожил греха, опять еще раз умирать. Трижды никто не умирает. Не спешите. Вопрос серьезнейший. Я говорю, этот вопрос задает не враг православия. Он уже ходит в православную церковь, уже свечки покупает. Но еще держится за баптистов немного и говорит, я хочу все до конца узнать, чтобы потом мне уже не быть, как перекати поле. Это по Писанию. Давайте. По Писанию, Игнат Тихонович, да? По Писанию вопрос именно. Он протестант. Он без Писания не верит ничему. И он может быть и прав. А если не по Писанию, мы должны доказать, что вот на это есть ссылка, это то-то. Показать. Но то, что он во имя отца, а раз сына, нигде, этого даже намека на это нет. Тут зачем мы будем раздирать-то? Крестья их, Крестья погружая во имя отца и сына Святого Духа. Это одно погружение. Как вот говорят, допустим, старые обрядцы сохраняют перстосложение, которое было при князе Владимире. Два перста. Первый. Указательный и средний. Средний немного пригнуть, чтобы он длинный, чтобы равно был. Это означает небеса, а указательный земля. И тот небеса преклонили, чтобы Господь сошёл. Ну, а три эта троица сочувствует. Никон это сделал на три. Теперь я, когда начинаю разбирать, я показываю в том и в другом элемент ереси. Не просто что-то, а ереси. Вот почему надо размышлять? А почему ереси? На кресте не умирал Бога-человек. На кресте умирала человечество, как говорит Иоанн Златоуст, божество, оно не может быть подвержено страданию. Бог вне страдания, вне переживания. Если мы знали, говорит, такого Христа, Павел говорит, то отныне не знаем. Тот, который пил, ел, страдал, мы такого теперь не знаем. Он в другой перешёл. Прости, Господи. Вот теперь мы знаем того, который не страдает, не мучается, а то явил Христос, плащет на небо, это выдумки и всё. Не знаем такого. Павел чётко говорит, найдите, посмотрите. Вы можете ещё спросить. Сказать, не знаем. Доказать, не можем. И дальше добавить потихоньку, шёпотом, ну мы хотели бы знать, что этому баптисту почти православному ответить. И кто это так сделал, что три погружения? Вопрос, а за другой уже идёт. Ну что, мудрецы бородатые? Пока не говорите нам. Да ещё буду вам говорить-то, выскакивать. Я до этого доходил самостоятельно, скажу так. Никакая литература тут не помогает. Помогает то, что когда Дух Святой тебя открывает. Святые отцы ни один не доказывают. Ни один и нигде. По крайней мере, то, что я знаю. В трёхстах томов патрология мини. Может быть, где-то, краешком кто-то сказал, но не по слову Божию. Вот так, милые мои, хорошие мои. А почему, интересно, обрезание-то, что означало, что оно обрезало? И почему оно нужно было? И почему оно теперь указывало образно на крещение? Второй вопрос. Обрезали сколько раз? Один раз. Один. Чихнул, и всё. Согласно обрезанию, и что оно, как 2.11 колосси нам говорит, так и ныне подобное обрезание Христова. Мы сразу ухватываемся из-за крещения детское. Там восьмидневный был, ничего не понимал, так и здесь. Другого доказательства вообще почти нету. Почти. Хотя 1 Корейцын, 7.14, говорит, что иначе дети ваши были нечисты, а теперь святы. И Мартин Лютер даже истолковал, а он сохранил два таинства. Таинства, теоретически. Потому что одна половина мать уверовала, и она крестила ребёнка, иначе дети были бы нечисты, теперь они святы. Вот какое толкование-то. А как персты? Обрезается плоть? А персты как? Мы считаем у Яна Златоуста, а он умер в 47-м году. Конец 4-го века. И он не говорит ни о двух, ни о трёх перстах, а об одном. Вот и всё старообрядческое надувательство, что вот всё, мы древние. А почему не от Златоуста, брат, а не то, что всё перепорченное принял князь Владимир, послы его были как на небе. Один вопрос я спрашиваю, на каком небе? Были на службе, они ни слова не понимали. Обыкновенные воины, смелые, сильные, джахиль. Знали всё. Это воины были настоящие, но им понравилось. Почему? По всем пяти чувствам ударили. Запах по ноздрям, что-то дали выпить, как у князя Владимира, может быть, что-то там ещё было, обоняние, осязание. всё понравилось, и взгляд, и пение, как на небе. А как на небе, Павел говорит, не видел, и Бог не отвечает, и не слышал никто. А они изыщенцы услышали, и князя этим соблазнили, как на небе. И никто не поясняет, что они не были на небе, они не видели неба, они видели порченное, перепорченное христианство. Но у них это сложилось то, что пять органов существ, а вероотслышание, а не я. А они ещё не понимали. Значит, они не уверовали, и не могли уверовать. 10-17 считаем послание к римлянам. Я не враг к православию, я в православии, но я не могу не задавать эти вопросы. И у меня сразу вопрос. Вот батюшка у нас выходит, он везде так, ну и в определённом месте он начинает иконы целовать. Поцелует одну, нас благословит, разворачивается и другую во входе в алтарь. Я ему говорю, зачем ты это делаешь? Ну, положено почину. Но ты ничего не объясняешь. Положено почину. Ну, почину-то почину. А почему? Ну, целуй ты там в алтаре. Зачем здесь показываешь? Тоже даётся объяснение, откуда пришло. И вот, счастнейший хюровим, втёрлись то, что у ангела благовестства написано, не добавляю, а тут на каждый припев счастнейший хюровим. Ангела, а то я говорю, писание, писание, да вы отдельно песню составьте и сорок раз счастнейшую пойте. Что же вы, написано не добавляя, вы добавляете, вы опасное дело делаете. Зачем? Как вот, допустим, считает. Я говорю, батюшка, считай, вот и наш. Он засчитает, избавят лукаво, а дальше, ибо твоё есть царство, отца и сына и святого духа, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Теперь открой, 6-9, Матфея, где там отца и сына и святого духа? Зачем прибавляешь? А он не может упустить, потому что это замерло. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих говорит так, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. У нас все до одного попыл жицы, в данном случае. И он не может никак, ну ты прочитай, как есть-то. Вот батюшки, когда нет, мы считаем так. Один считает, избавят лукавого, а стоящий рядом говорит, ибо твоё есть царство, сила и слава вовеки, аминь. Всё, ни одного слова не добавили. Без батюшки мы не добавляем, а с ним он добавляет. Я что, задавал вопросы? Не по Писанию вроде задал? Добавлено? Добавлено нет там нигде. Нету. У Луки вообще этого нету. Одиннадцатая глава. Там вообще нету. Ибо твоё есть царство. Игнат Тихонович. От лукавого, и всё на этом, да. Такое уточнение сделайте. В Евангелии это, в Евангелии это есть, вот именно в Евангелии, в четырёх. Нету. Нету, ни слова нету. Это добавка. Вот две молитвы, которые поются, вочи наши везде, и батюшка всё время добавляет. Это добавка людьми, которые не имели страха Божия. А мы стоим, мы ничего не можем сделать. Мы заложники того, что есть. Теперь второе вопрос. Нет, я имею в виду крещение, крещение. Я крещение. Трёхкратное погружение. Вот этот ответ, он в Евангелии есть или нету? Нигде нету его. В апостольском 50-м правильно отмечено. А еще не в три погружения. Обычно делают ссылку на Писание, здесь нету. Его нету. Но вот сами задумайтесь, как. Есть сказка про дурачка. Ну, такой, юродивый. Ну, он идёт, рот разъем. Какте камеру, Игорь Тихонич, пожалуйста. У вас на пять обрезано. Так, что? Так нету. О чём мы ищем-то, если нету? Так, не надо. Они просят камеру поправить. Ну, ладно. Ладно. Это так. Вот в чём дело-то. Он идёт, это показывают даже, вот есть, прищи ставят православные, такие маленькие фильмы поставленные. Он не знает, что сказать-то. Здравствуйте, здравствуйте. Рот разъем, он смотрит. А охота, чтобы покормить, говорит, наелся, говорит, как дурак на поменках. И туда. А что сказать, не знает. Ему говорят, ты бы сказал, чтобы у вас никогда этого не было больше. Хоронят-то. Он так. Пошёл, а там свадьба идёт. Он говорит, чтобы никогда у вас не было. Ему по шее. Ты так не говори. И дальше ущет, как говорить. Он не знает, к мёртвым прислонить или к живым. Вот мы-то все такие православные. Вот. Кто знает, что 12 праздников, двунадесятый праздник, то есть цифры 12 помещенной-то. Есть господские праздники, а есть богородичные. Перечисляем, какие богородичные. По порядку. Благовещение, касается Богородицы. Дальше. Введение во храм четырёхлетнего. Загибайте на пальцах. Дальше идёт проблеск. Ничего не нет. И успение. Но это разные моменты. Рождение, успение. А в церкви считается одно и то же Евангелие. Как у деревенского дурачка. Я не могу этого не видеть. Я следующий вопрос ставлю. А влияет ли это на спасение? Не влияет. Но я желаю узнать. Почему нет? Потому что нет. Надуманные праздники. И поэтому то и подтягивают. Нету ничего больше. И то, что на Благовещение считается, считается на введение и на успение. На рождение и на похороны. Ну нельзя нас за людей не считать, кто это придумал. Но я всё смиренно склоняю голову. Я православный. И всё сказано. Теперь относительное крещение. Троекратное. Никогда ничего не доказывайте. И этому юноше, который уже почти православный, скажите, этого в Писании нет. Этого в Писании нет. Но практика церкви показывает предание, о чём говорит Василий Великий. А почему? Объяснения мы дать не можем. Никакого. Но мы это принимаем. Смертельно для нас это не смертельно. Без объяснения. Просто погружаемся. Умер однажды, а погружаюсь трижды. Подтверждаю. При двух или трёх свидетелях всякое слово истина. Всё. Не натуживайтесь. Ничего больше нету. А не так. Если погружение означает смерть, а выход из воды рождение, так мы три раза рождались и умирали. Если я умер для отца, теперь надо умереть для сына. Так никогда не делается. Если обещаюсь быть верным, я одновременно, почему нераздельно, неслиянно и троица. Говоря об одном, мы имеем в виду три свидетельства на небе. Нераздельно, неслиянно. Неслиянно. И батюшка почему целует? Это должно было появиться не раньше 787 года, 7-й Вселенский собор, как иконах. И поэтому проникали еретики, и тогда им прямо показали, во время службы, при людях, ты должен открыто поцеловать иконы. Поцеловать. И он делает и целует. Это напугал их лев и саврянин. А почему везде вставляет отца и сына и святого духа? Это Арий напугал. И теперь, чтобы подтвердить, они надо, не надо, везде напихали отца и сына и святого духа. Я не против, не осуждаю, я просто корни эти все пытался искать. У нас одна книга есть у нашего брата Севастьяна. Она дороговато была, я не мог ее перекупить. Профессор был Карабинович, там что ли, киевский профессор там Академии до революции. И он объясняет все слова, а этого объяснения не дает. Я должен сам доходить до этого. Это показывает батюшка патриотизм. А как так? Ну, апостол Павел говорит, посланник Тимофею, поверить учения бесовские, которые запрещают вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. А свинину есть нельзя, как мусульмане. И поэтому, ну, я не могу, меня тошнит от свинины. Мне одна бабушка тут готовила, Анна Кузьминишина. Ну, а я же не вижу, она принесла все, капусту, все как положено. Я поел, мяса нету. Я поел, меня скрутило, я не могу вдохнуть. Я кое-как до телефона позвонил, Анна Кузьминишина, ты что тут наварила-то? Еще я нормально. А на чем? Да это я на базаре свиные ушки купила, она на них наварила. Я знать не знаю. Я чуть не помер. Так вот, постановили так теперь, варить кашу, я не знаю, какую, гречневую, там, просеную, неизвестно какая. И в ней свинина была, чтобы... И тот человек, который за ним подозрение, что вот он считает за грех, что Бог осветил, ему говорят, вот этой каши, прямо на соборе, возьми, съешь ложку хотя бы. А адвентиста, мусульманина, ты не заставишь, он умерет, но не будет брать. Он говорит, да я не против, у меня свинина жирная, я не могу. Он съел. Вот мы сидим за столом в синоде. Митрополит сидит, епископ, там все, и наливает мне полный стакан вина. Вино такое, бурое. А я говорю, владыка, я не пью. Выпей. Выпей. Я благословляю. Я говорю, да я не хочу, и не пью, и так, тут я скажу, что думают, что вы считаете, что вино грех. А канон есть такой, если я считаю вино грех, то меня сразу же запрещать надо, отлучать. Я говорю, я не против, ну и выпейте. На меня все смотрят, сидят там, значит, священники. Я его беру, как заворотник вылил. Я говорю, у меня жена квас готовит крепше. Она его не готовит, ну когда-то было. Все, больше не пейте, у меня своих пьяниц хватает. Братья, вы видели, что Игнатий выпил? Выпил. Если бы он говорил, пить нельзя и грех, ты бы стал пить? Нет, конечно. Как бы я на грех пошел? Вот и все. Я знал, что это ложно на него говорят. Вот это самая свиная каша. Они не знали, как, потому что лукаво подходили. Я на то, из чего ради вывелся, что ложечкой прищищать? А где это есть? Приломил хлеб и дал, как лаваш. И дальше вино, и чаша пошла по кругу. А чтобы вот так, ложечкой священник, да тут плат прилагали под бородой, ну не было этого. А кто это? Будто бы колдуны, по тем временам, они брали, и уносили домой, и волхвовали, там вызывали демонов, на причастие, чтобы больше засадить Богу, и тогда он откликнется. И поэтому, наконец, защитникой вынесут. Прищастила, взяла не проглотила, отошла. Это, ничего тут такого нету. Ян зато усвел, отменить нельзя. А баптисты говорят, а почему вас так прищищают? Я не могу ничего ответить, и говорю, это неправильно, но это не смертельно, и никакой роли не играет. Не играет. Но сделали вот, ну, намерение было доброе, как это получилось, как всегда. Никогда не оправдывайте то, что не оправдывается. Вам будут верить. Игнать Тихонович, я никого не смутил? Все правильно. Так, слушай, говори. А вот такой вопрос, вы не изучали, откуда появилась корни, где вот, вот этих молитв, Пресвятая Богородица, спаси нас. Это с первой буквально день идет. Это все можно посмотреть. Молитва Яникия, Василия Великого. По житьям мы смотрим, все это 4 век. Люди не знали молиться, как они составляли молитву. Ифрема Серина целый том молитву. На все. Что дитя родилось мертвое, ребятишек нету, на воспитание, на все, на расставание, на встречу, на все, на все. Вот составлена молитва на освещение колесницы, а другой нету. И вот освещают, паровоз колесница, машина едет, колесница, самолет освещает, колесница. Ну, в общем-то, да, воздушная колесница, но нет там по-другому. Там он сказал, освещается самолет, вот тут 124. Ну, ну, даже сказать никак, колесница. Я исследовал специально. Просто знать толкование Библии по феофилакту, это далеко не все. То, что я говорю, этого нет нигде. И каковы проповедуют? Только троекратно. Я православный. Только полное троекратное. Но я знаю, что Христос нигде, нигде Дух Святой не запечатлел на страницах Библии. Не защищайте, не оправдывайте, чтобы не оказаться лжецами. А почему там верят, а мне не верят? Потому что все понимают. Я открыто говорю везде. Ни разу не сказал, снимать не надо. И говорю то, что я говорю. Я говорю, Богородица, это неверно. Правильно, Христородица. А-а-а, это патриарх не стори, вы еретик. Я говорю, нет, я считаю Богородицу. Каждое утро, Богородица, Дева, радуйся. Но Бога не рождают. Вот и все. А молитва Кресту, от чего появилась? Как она могла появиться? Потому что ветхозаветний жертвенник, он прообразовал крест. Там ягненка ложили, а Христос говорит, агнец Божий. Евангелие Теанна 1,29. Агнец Божий, ягненок. А он был положен где-то на крест. 30-я глава, когда считаем мы исход, и там прямо написано, и освящают жертвенник семь дней, и кто прикоснется к нему, осветится. Если окропленный ягнящий кровью осветится, то что говорит о том жертвеннике, который кровью Спасителя окроплен? О, как бы тот крест был! Да, если так рассуждать, тогда и Библию не брать. Давайте иметь пергамент тот, может, сохранилось. Самый древний пергамент, который неполный, к 136 году относится. Более ранних вообще нет. Ну так к жертвеннику то не молились. Я имею в виду, говорю, молитва ко кресту, молитва к нему. Я еще раз говорю. Просят именно к кресту. Да прямо говорю. Ну-ка, это... Кто-нибудь, заряди у меня тут заряжать, клавиатура закрыта. Жертвенник, говорю, два слова зарядите на поиск. Жертвенник и говорю. Ну-ка. Жертвенник и дальше говорю. Все, поиск найти. так. Еще больше нету? Как-то так, жертвенник. А ну-ка, ее не надо. А жертвенник, скажи, может быть, скажи. Убери, говоря, скажи. Скажь. Ну, четыре буквы поставь. Все. Я не знаю, скажу или скажи. Так. По порядку. Идите. Кто-нибудь посмотрите. Продерген дальше-то. Написано дважды. Жертвенник, жертвенник. А тогда-то надо искать где-то Иисуса на исход. Ну-ка назад, верни. Да просто жертвенник хотя бы. А? Просто пускай жертвенник. Ну, ладно, жертвенник один тогда давай. Так быстро мы найдем сейчас. И узнаем, почему мы произносим молитву Кресту Господню. Вот тут, тут не найдешь. быстренько протягивай, и видно, красным появится дважды. Просто тяни быстро. И смотри, где красные два слова. Жертвенник, жертвенник будет. Так, подожди. Курение. Так, еще дальше. Исход вот этот, особенно медленный. Давай. Дальше, дальше, жертвенник. Я не знаю, где это есть, но знаю, что есть. Жертвенник, жертвенник. А кто говорил к жертвеннику? Жертвеннику? Скажи жертвеннику два раза. Не, а кто говорил-то это? Ну, сейчас найдут. Давай, дальше. еще 50-то там еще. Накинь 50-то, 50-то. Там же было около 300. По порядку надо посмотреть. Прямо по велению сказать, обращаясь к жертвеннику. И мы же не противоречим этому. Он еще-то все скрыл. Ну, сделай так, чтобы на всю Библию, не на исход, на всю Библию скинь. Жертвенник. Ну, сейчас мы время хоть и тратим, но... Найдено, найдено. В царстве даже. В чате. В чате прочитайте. Ну, вы нашли? Да, да, да. Ну, где это написано? Третье царство, 13-2. Да, 13-2. Ну, и что? А ну-ка, полностью прочитайте предыдущие и последующие. Сергей Кушенко, молодец. 13-2. Я давно не обращался, уже лет 10 сюда. Ну-ка. 13. А там бы было ткнуть, где... Так. Вот он, вот. Так, пришел. И пройдет кто? По слову Господню. Человек Божий. Так говорит Господь. Зачем он обращается к жертвеннику? Мало того, обращается при входе, скажи, перекладине, перекладине. Значит, к жертвеннику можно обращаться? Конечно. И так говорит Господь. Все. И о Иосифе было пророчество и прочее. Дважды сказано. Тем более, мы обращаемся к кресту животворящему. У Бога это как вещи говорящие. И мы немало не можем здесь против найти. Если тот жертвенник к нему говорили, значит, тем более, здесь. Силы, чеснага, животворящего креста Господня. Вот и ответ. Я поражен просто. Сысоев, когда с Полосиным они дискутировали, у них был диспут, наши православные ничего не могли ответить. Ничего не могли ответить, когда он сказал, зачем вы обращаетесь к жертвеннику. А здесь ответ-то весь. Если к жертвеннику человек Божий говорит, это Духом Святым движимый. Тем более, к жертвеннику, который пропитан кровью Христовой. Тут и говорить не надо. Кто прикоснется осветиться, зачем бы было сказано? А это был прообраз. Когда люди заглянули в ковщег, жители Бессомиса, и Бог убил 50 тысяч и 70. Почему? Это, значит, те люди, которые пытаются сказать, что Божья Матерь что-то родила еще, кроме Христа. Пытаются доказывать. Вот и все. А иначе за что бы их убивал Господь? А это прообраз был. Все в Ветхозаветне были образы для нас. 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. Чтобы мы не были походливы на злое. Если они говорили к мертвому жертвеннику, мы говорим к животворящему Кресту Господнюю. Так должно быть вознесено Сыну Человеческому. У нас не змей медный, которого превратили в Бога Нехуштана, а тот, который жив. Вчера, сегодня и во веки тоже. 13-7. Это наше, евреям. Спаси Христос, Игнат Тихонович. А Полосин еще. Он был священником, Валерий, он перешел к мусульманам. Такая у него, я смотрел, щетина и такая опухшая физиономия. Я не знаю, счет сам. Какой это он богослов. Да только одно, что нельзя на Пасху похристосоваться, уже бы тебя отбросил назад. Почему? Где-то запутался. И пообещали голову отрезать. В большинстве случаев так. У него выхода не было, может быть. Это я не про него конкретно говорю. Факт то, что он поставил этот вопрос по поводу креста, и четыре священника не могли ответить, в том числе Даниил Сысоев, как-то вразумительно. Вот именно по Писанию они не... У Даниила Сысоева такие ляпусы встречают. Я просто признаю вас священномученик. Я его считаю таким. Но вот этот Антео, Царионов и прочее, это же его близкие люди, нахальные, наглые хамы. И вот когда его взяли за него-то, там один раз хлопнули и больше он не появляется, уже лет пять, наверное. Живо расправились, как червяка давнули. Везде он все там эти... О-о-о! Горловое пение там дотренировал. Драку встревал где-то. Он от Осетина отца. Осетин у него отец. А они могли ответить, Писание не знают. Веры искренней нету. Вот у меня с утра до вечера я копаюсь, делаю что-то, все время размышляю в Писании, как и... И нигде нету толкования. В другой раз вот считаем, ну, там, священники. Это вы наизусть знаете? Не знаю я. Не знаю. Повторяю. А почему именно знаю? Этого я не знаю. Это не знаю. Я знаю, что это неправильно говорят, неправильно считают. Вот считают рядом. Библию было. Ну, там, одно слово, там, ударение или что-то. Это прям совсем. Я говорю, неправильно написано. Ну, я читаю правильно. Я говорю, значит, это перепечатали неправильно. Ищем дореволюционной опечаткой, там, говорится, другое слово стоит. Это же слово, но в другом падеже. Это как перфокарта на шарманке. Иоанн Затаус говорит, поднимали один перст, молились. Один. Кресты трагна, говорили они, Христос царствует. Иоанн Затаус объясняет так, хотя в римском пантеоне было 500 божеств, а в действительности, по названию 500, в действительности ни одного выдумка, бесы. И христианам говорили, 501 нишу занимайте, ставьте статую Христа и молитесь. Но когда будет день рождения императора принести жертву, они объявили, все ваши 500 божеств, это бесы, демоны, объявили им войну, и все приняли этот вызов, и 500 божеств двинулись на него. И все рухнуло, нет нигде. Кто сегодня Венере поклоняется? Или Асклипию, это врачебное искусство, Кроносу. Посчитай, житие святой Екатерины. Там это все написано. Кто-то сегодня говорил про житие я коснулась. Вот, 8, 9, 7, 8 том у меня. Я отвечаю на любой вопрос там согласно того, что об этом говорит Библия из жития святых. Иногда из 10 больше жития святых беру те места, которые говорят именно о том, о чем вопрос стоит. Поэтому ни ткачок, никто, они даже рта не разукроют. Они не знают. Не знают. Мы вот как-то когда идем здесь, житие святых, это папка жития, вы это все это увидите, о чем я говорю. Кому она достанется, я не знаю. Надо, чтобы достал, начал считать, чтобы никто к нему не прикасался с житиями, а один кто-то насчитывал. Насчитывал в свободное время где и вот так. Другой не переходить на жития, пока предыдущий, который уже коснулся, должен закончить, полностью закончить, до одного вопроса выбрать, а потом переходить дальше. Так, ну еще сейчас-то прошел. О, погасло. Что же такое-то, да? Еще нету. Ой-ой-ой. Наверное, меня видят, что меня там нету. Субтитры сделал DimaTorzok еще раз вопрос задать, или вы дослушали, успели. Кому ты говоришь, что? Вам, вам. А что именно? Я вопрос задавал насчет не прибавляй к словам его, не убавляй. Ну? У Златоуста сказано не покажи мне где написано, покажи мне смысл написанного. Да. Если смысл вот этого отца и сына добавлено, я сразу говорю, что я против, что добавили, не надо к словам, можем ничего добавлять, но если это не искажает смысл, то может быть и не стоит так рьяно цепляться за это. А кто цепляется-то? Я как раз показываю, что цепляться не надо, но знать надо. Слово цеплять надо. Откуда взялось? Я никогда не поднимаю этот вопрос. Я просто говорю, чтобы мы знали, кто мы есть. Хотя бы самому себе представлять, кто мы есть. Чтобы сильно... Если... Игнать Тихонович, если смысл не искажается, то и лжи нету никакой. А вы говорите, мы лжецы. Я добавлю... Все, сотри из головы, что слышал. И в этом неведении будешь жить. Меня удивляются, как так? Беседовать с баптистом вы признаете, что мы не правы. Вот поэтому и приобретает Господь душ. Я на лжи ничего не строю. Я говорю, этого нет, но это не смертельно. Ну, я по логике вашей говорю, что добавили, это не смертельно. Вы говорите, лжецы, учатся лжецов, гиене омниной. Поэтому, лжецим или не лжецим, сказать надо, я ничего не говорю. Я православный и разговор окончен. Я принимаю все, что есть. И все, что не так, я исследовал и увидел, что это не смертельно. Да, и аминь. Так, спаси Христос. Еще вопросы? Игнать Тихонович, вот вы исследовали такой вопрос, почему такое началось гипертрофированное почитание Богородицы и святых? Почему это началось именно? Почему вот мы на это попались? Вот на это гипертрофировалось оно так. Какая причина в этом? Приземленность. Понятие вере. Люди забывают, что когда брак в Кане был, у Симона Зилота, считают, что это у него, то, что он скажет, то сделайте. Она сама не сказала, матерь, за основу это не берут. и что она была в нем тоже не столь высокого мнения. Пришла взять его с родственниками, слышали, что вышел из себя, то есть с ума сошел. А почему это появилось? Ну, начинает объяснять так, по-человечески. Мать имеет доступ к нему. Почему Адония пришел к Версаве и стал просить Ависагу? Почему не прямо к Соломону? Но наптнулся на такое, чтобы он сразу отрубил ему голову. Он думал так, мать, он влияет, к нему там как-то трудно, ну, бывает так, лоббирует чужие интересы. И они перенесли туда, мать имеет значение, и поэтому вот так и все, к матери обращаемся, а она до него донесет молитву. Спрашивает, что вы молитесь, молюсь каждый день, я принимаю это, ну, а я объясняю, откуда это пошло. Почему Ян Затауз говорит, а какая молитва самая сильная? Он говорит, когда прямо молимся ко Христу. Прямо, и не кто-то за нас молится, а когда сами молимся. А не так, что какой-то найдется блуждающий Алексей, он наберет молитву миллион и повезет в Иерусалим. Это иезущество грубое. Я все удивляюсь, почему, куда он ездит к одному священнику, сидит он развалившись, он его ни разу нигде не одернул. Почему? И что он туда ездит, и тот священник знает, и почему он его не укоротит-то? Человек всю жизнь всех с индустрией прослужил мурта раскрыть не надо, а он с первого дня уже учит. Спаси Христос, понятно. Ну, тебе понятно, о ком я говорю. Игнатий Тихонович, у меня вопрос есть. Можно? Вот я читала исход, 40-я статья, стих 3, да? И глава, 40-я глава, стих 3. Там говорится, ссылка идет на Луку, на 3-ю главу, 4-й стих. прочитаю. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прими имя, сделайте стези ему. А в исходе написано в степи стези ему. Это одно и то же. Это одно и то же, да? Это я хотела узнать. Какая степь степь? Разночтение незначительное, оно может быть не однажды было произнесено. Вот женщины бегали к могиле, написано, когда было темно. В другой пишет, когда было на рассвет. Да в какое время были? Мария Магдалина бегала три или четыре раза. Вот и все. Прости Христос. Я закончил ту работу одну, пока рано. Это я цифру могу дать. То есть, согласно того, что упоминается в нем, и они могли выйти на Библию и написать так, как написано. То есть, разночтение. 5216. А то одно и то же. Один Бог у нас. Бог разный. Иисус, который-то разный совершенно. Их не умирал, а наш умер. Это выдуманный другой Иисус. Однофамилец. Так, вопросы еще будут? Хотел сказать насчет Отца и Сына и Святого Духа. В молитве, которую дал нам Иисус Христос. Звучит так. Ибо Твое Царство и Сила и Слава в Церкви добавляют Отца и Сына и Святого Духа. Как Иисус мог молиться так? То есть, это уже лишнее. Ну, я дальше не иду. Я знаю, что этого нет. Повторяю. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Не прибавляй, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Откровение говорит. Ученцы лжецов в озере огненном. И поэтому это священники делают. Они за это ответят. Ну, а что плохо? Ну, слава Отцу и Сыну и Святому Духу мы все многократно повторяем. А зачем в молитву-то было? Когда к словам его ничего нельзя добавлять. А мы можем везде вставлять это, кроме то, что написано в Библии. К библейскому ничего нельзя представлять. Ты как прочитал, точка, точка, сказал и перекрестился. На этом все. Да, то, что в Библии, то, что дал нам сам Иисус Христос. Ну, я просто призываю к страху Господню. Да, ложь заключается в том, что Христос не говорил такие слова. Поэтому и оказались лжецами. Теперь все стало на свои места. Христос не мог так молиться. Он не мог сам себе молиться, сыну, сын, сыну. Поэтому здесь очень правильное замечание, считаю. Спаси Христос. Поэтому добавка глупая и лживая. Глупая или прочая. Не добавляйте слова. Просто нет там этого. И все, на этом конец. И дальше уже не надо идти. А то потонем. Мы просто внимательно считаем слова и видим добавка, и говорим. И мы не считаем. И притом они добавили это для священников. Я считаю, это от перепугу, от Арии пошло. Аминь. Зачем бы меня заставляли пить вино? Потому что канон говорит, кто считает, что это грех, значит, туда его, за хвостом яму. Меня проверили, я вино могу выпить. Но это не надо. Это соблазн большой. И у нас поэтому, у нас нет алкоголя, ни брашки, ни пива, ни секеры, ничего. Нету. Нету. Вот я поехал, когда проехали все-таки мы с миссионерской поездкой, 120 тысяч километров. Это ровно три раза по экватору обогнуть земной шар. 40 километров, 40 тысяч, а тут 120. И мы брали кое-что с собой. У меня знакомый был здесь, ликероводочный завод. И там был директор Роберт Робертович Пал Таллер. Ну, он был голубятник, мы познакомились, и он давал мне тару разную, там бывает сахар, мне кажется. И я попросил у него спирту. Он мне дал. Сейчас я не знаю, сколько он дал. Ну, я недавно щиток нашел. В рот не попало, что бывает, срочно нужно, там, протереть надо, или что-то. Бывает, дети, компрессом приложить, где-то. И ничего, ни разу, ни компресса не приложили. с собой брали в дорогу, и вернулись, и опять положили. Все целое. Такой вопрос, Игнат Тихонович. Сегодня я вот разговаривал, там, с матерью, мы там, у нас немножко разное понимание. Она говорит, ну, про животных касается, что она хочет стерилизовать, там, кошку, да, А я говорю, что так это сюда не надо вылезать, вот в это творение Божие, не надо вылезать и стерилизовать. Я говорю, если будут рожаться котята, да, там, к примеру, можно, ну, там их, ну, закопать там, или прочее. То есть, ну, убить, одним словом. И вот у нас разногласия, ну, не разногласия, как бы, недопонимание. Как к этому вопросу подойти? Ты не подойти, ты неправильно объяснял. Потому что нельзя. Человек подкастрирует, и барана кастрирует, и быков, и лошадей, и верблюдов. Всех кастрирует. Иначе он никуда не годный будет. Никуда он только будет прыгать, и все. Надо же мясо, чтобы было-то. Ты объяснил неправильно. И так здесь. Она не так мышей ловит. А котел, если она принесет сколько-то, ну, не чаще, чем два или три раза в году. Только родились, она же у тебя рядом-то. Пошел в землю лопатой, ковырнул, на глубину штыка, сыпал туда их, придавил ногой, все, ничего не надо больше. Это настоящая биомасса. Там ничего нет. Слепые. Не надо там обожествлять. Но я никогда, даже разговора не веду. Давайте кошку там стерилизовать. Зачем? Вот у меня сколько кошек, коты, они совершенно свободные, ласковые. Они делаются злобные такие. Надежда Васильевна подарили, стерилизованная кошка. Ее взять нельзя в руки было. Ну, она вот уезжала, ко мне ее сюда пустила. А она мне с первого дня уже начала на колени ко мне лезть. Вот, уже интересно. Злобная, злобная такая кошка, черная вся. Ну, спаси Христос, понятно. Да. Объясняйте правильно, что кошка для мышей. Единственное ее назначение. Если есть дети, дети более ласково и внимательно ухаживают, это полезно. Я считал где-то, что если есть собака, кошка, и вот он занимается, а он один, инвалид войны, в среднем на три года продляет жизнь. Жизнь продляет. Он придет с ней, поговорит, ну, что сделаешь, ну, бим, черное ухо, ну, что сделаешь, ну, не платят деньги, ну, как-нибудь проживем, пойдем там утку подстрелим, там, куропатку, бим. Трудное время, конечно. Ну, и все, он поговорил, лег спать. А так пришел, из угла в угол паразит, Ельцин ограбил страну, задавить бы его гадинах, а из Синовых кол ему в могилу забить. А тут ничего нет, он на бима все. Вот японцы это поняли. И когда люди заходят на завод-то, а там стоит резиновая, скрепкая резина, и рядом палка лежит круглая, это, обточенная. И начальник, этот гад, не заплатил в прошлый раз, берет палкой, раз, его порезинит этой. Специально, чтобы экспрессию свою сплеснули. Бабенка какая-то подошла и молотит, второй месяц, зарплаты нет, она под резиновой кукли-то долбит. Ну, и подошла, руки устали-то. И на него смотрит, ну, теперь помни, как я тебя лупила, гадина. А он сидит там, ничего не знает. Но еще вопросов нету, да? Я ищу работников, чтобы вопросы закончить поскорее, пока я здесь. Да, это, Вячеслав, что-то случилось, когда меняешь эту картинку, я менял, я сегодня там менял, кое-что, что ты дал. И вдруг, где там это, менять, последнее, тот котлу, и дальше уже выбирать. Ну, вот это где ткнуть, значок-то, его не стало. Я перезагрузил, два раза нету. А как теперь оставить буду? Ну, сейчас зайдем, сделаем. Да, главное, ведет куда-то, там надо так, чтобы больше посещали, там как бы, а зачем у меня отнимать? У меня и так хватает 43 миллиона 670 тысяч просмотров. Сделаем, сейчас после занятий. Да ладно, зайдешь тогда глянуть. Я не понял ничего, и я заменить решил, где Викторова песня поет, я решил поставить то, как ты сделал. Ты сделал отлично. И вот так. Это Кабачева теперь, я Владислава выставляю. У меня на все есть, что поставить. А теперь поставить-то не могу. И вопросы? И вопросы. Интересно. Интересно. Задавайте вопросы. Златоуст наоборот говорит, научитесь не задавать вопросы. А почему? Ну, сами подумайте, почему. То есть, ты должен дорасти до уровня, все знать и быть учителем. Все. Там он у нас НД и ПА. Поставьте фотографии. Женщина, чтобы платочка была, мужчина... Игнат Кишин. Да. Меня вот священник предлагает возглавить там миссионерский отдел Драг Преисподний, цитирую вас. Что это... В первую очередь, миссионерских отделов нельзя создать. Это первое. Господь посылает только по двое. Никогда и нигде никто не создаст. Это труд Духа Святого. А Дух Святой посылает по двое. Двенадцать по двое. Семьдесят избрал по двое. Кирилл и Мефодий по двое. Моисей и Арон по двое. Везде двое. А какой там отдел? Просто есть желающие идти на благовестие, ну, не знаю, так. Слово, миссионерский отдел, чтобы выкинули. Это обман. Ну, то есть, это все суета, не надо туда лезть вообще. Правильно я понял? Ты не подойдешь. Не подойдешь. Ты невоздержанный. Ты сразу начнешь такое лупить, что тебя, говорит, за хвостом в яму. Ты должен быть выдержанный. Говорят они, ты должен до конца высушить спокойно, подняться и уйти. Вот есть такая картина восхождение дьявола о Гитлере. Хорошая. И там прислали какого-то молодого Ксенза, и он ему там претензии какие-то. А Гитлер встал, как Адольф, и начал говорить. Ксенза стоит, ни слова не говорит. До конца выслушал, повернулся и пошел. Ты должен быть абсолютно... Ну, не знаю, знаете, спокоен. Нет, конечно, это не про меня. Это не про меня. Нет, нет. Ну, вот. Представь тебе, они начнут там спрашивать про жену, да ты забудешь про всех, одна Настя перед глазами будет стоять. Любой вопрос. Я тебе говорю, что только в одном университете я вел занятия 18 лет. Представляешь? Было время в актовом зале, это 700 с лишним человек. И ни одного вопроса за 18 лет, и помножь еще в пяти университетах, в институтах, ни одного вопроса я в ящик не положил. Отвечаю на все вопросы. Даже подковыристые, подменяние. Но я вышел на капитру. Это несчастный разговор. И я отвечаю спокойно. Игнать Игнатьевич. Да. Игнать Игнатьевич. Ну, ему можно шанс-то дать. Пускай он ваши вопросы разбирает, они там. Он будет читать вопросы. Кто там что задаст-то умного? Взвеся да развеся. А тут читать, может быть, будут вопросы, книгу, ну, что-то такое. К истинному православию там. Так. Слушай, Виталий, вот прислушался к брату Игорю. Ты пойди, и скажи, вопросы задавать в песенном виде. А ответ я дам попозже. И ты ответы ко мне скидывай. Скидывай по скайпу. Потому что, если есть, я скажу там-то, в той-то папке. А если нет, ну, прошло уж 15 лет, как закончил я вести это. И проще. И тогда у тебя дело пойдет. Попробуй. Это неплохо. А Христе-то рассказать он сможет. Конечно, может. Да, будь абсолютно спокоен. Иоанн Златоуз говорит, враг тонет, и он зовет, чтобы ты прыгнул туда же, в трясину. А ты на берегу спокойствия стой, берег спокойствия. Женщин только задевать не надо, особенно молодых. Вообще в глаза им не смотри, потупи голову и объясняй о Христе. Смотри на бабку какую-нибудь. Я всегда говорил, когда проезжаю мимо полиции, не смотреть на нее, глаза в землю, вот так тоже. Приравляй женщину к самым суровым милиционерам и пройдешь мимо. Это точно. Гестаповцам или энководерстикам. У меня тут приезжал снова в Алтайке. Это город тут, через ОПЕ, рядом. Ну, его долго не было. Потом пришел и говорю, что тебя не было? Да, у меня там это неладно. А что неладно? Ну, это того самого. Я говорю, ну, что? Ну, что? В блуд впал. А как же это так было? Ну, я сидел в Библии и считал, а соседка одна, разбеденка там, шалава. Она подошла сзади, обняла меня, Олеженька хорошая, и к себе увела. Вот пес. Да что ж дверка была не закрыта-то? Почему не заперта-то? Ну, вот так. Ну, там надо сразу подготовиться, брат, тебе, потому что какой-то вопрос, если будет такой, нельзя будет ответить. Да священники такие, всякие, надо будет по канонам отвечать. Ну, короче, вопрос сложный. Серьезно. Ну, вопрос такой. Там отец Игорь, он сочувствует Игнатию Тихоновичу, ну, то есть, к истинному православию он тянется, у него есть книги, и он, наоборот, меня призывает, типа, говорит, ну, ты по Писанию все, давай, давай, по Писанию все будем. Да ты не с этого и начал, что священник расположен, а то говоришь так, понятно. То есть, он как бы благочинный, этот священник, а он говорит, а вот ты будь этим, ну, там, по миссионерской деятельности. Да, он говорит, там отчет, но раз в год он сказал, я чаще не буду. Ну, мы и так отчеты делаем, фото делаем, видео, пускай направлю, что мы там делаем. Мы же все равно это все фиксируем. Виталий, ты его другом своим сделай, и перед тем, как будет какой-то сбор там, ты с ним поговори, скажи, давайте вот такую тему обсудим сегодня, и скажи, о чем будем говорить, покажи там книгу, говорит, давайте вот вопросы вот эти разберем, о вере, о рождении свыше, вот такие вот, о Христе, о любит Библии. Мы сегодня были, мы сегодня были там, ну, в селении там, по Домскому, и там нас прям просят люди, что давайте, приходите и свидетельствуйте нам, потому что у нас, нам крышка всем там уже, они уже вопят, дети запущены, заброшены там, ну, то есть, деградация по всем фронтам идет, и они прям просят. Вот, Виталий, давай бог в помощь, что там. Это какое дело-то, вот теперь все эти прорехи полезут из себя. Надо было заниматься, учиться. Это дома, ты можешь открыть сайт, у меня зайти, отвечая на 4124 вопроса, сейчас разбираем их. А когда ты на кафедре, люди, вот мы считали вдвоем, с Игорем Владимировичем Добуновым, он считает, считает, а я поясняю, отвечая на вопросы. Мы все время двое стояли за одной кафедрой. Там про геев не наговорились-то уже. Игнать Игорьевич, я, конечно, на кафедру-то лезть не буду, это, ну, это прям, я еще не готов. Вот. С краю-то священник стоит? Ну, да, 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 отец Игорь, помолитесь. Ну, помолиться-то да, Господи помилуй. Я тебе скажу, я его не знаю, не видал, но он мне понравился видом своим, глазами понравился. Слава Христу. То есть, он тянется к Слову Божьему, вот, сам это, что хорошо. Вот так, лучше не ответь, чем ответить неправильно. Ты отложи и скажи, я подробно прочитаю. А ты знаешь, где сайт находится, сам берешь. И вот, что ты найдешь, что не знаешь, на меня выходи. Да ты вообще его сюда-то направь. Может, ему удастся выходить, когда, или вот, которые там люди стоят с тобой. Ну, потихоньку работаем с этим. Ну, нет, Дима-то, Дима-то он наш, он и крещение принял, там, по полным погружениям. Дима высокий, там, с бородой. Да. Он с Игнатью Тиковичем неоднократно разговаривал по скайпу. Тут один священник приезжал, у нас был, и купил книги. А он устроил там, где как заходишь, на правой стороне торговая точка, большая такая. Так он сделал все, выписал вопросы, и, ну, шириной, примерно, 2 метра, это стенд, и высотой до потолка. вопрос такой-то, том такой-то, и вывесил, и люди подходят, а мне вот это нужно, он тогда резет под прилавок, какой-то он достает и дает им считать. Выписал вопросы, там, я не знаю, сколько, ну, не одна сотня, наверное. прямо в храме, и давай звать сюда, ко мне переезжайте, ну, тут не постоянно где-то, я говорю, отец Владимир, прощайся со своим местом, если я приду сюда, ты на пенсию пойдешь, без добавки. Вот знаете, какое чудо Бог сотворил, что у нас такой метрополит Сергий. Я каждый день вспоминаю, вспомню и улыбнусь. Вот Бог услышал молитвы, трудная молитва была, и все, и вдруг Бог присылает нам. Дело в том, что он долгое время был священником, пока стал епископом. Приехал сюда, и архиепископом, видимо, до дня не был. Ну, видно же, как он приезжает и как. Как кто-то мне говорит, недавно встретился и говорит, я пришел, а там где-то у них что-то такое, апархиальное. Видно, священники. А я, говорит, за дверями стою, а и слышу, архиерей наш, я даже не думал так, что он такой, говорит, прям с таким выражением, экспрессией, вы совсем, там разболтались. Вы видите, как Игнатий Тихонович везде проповедует, а вас это не касается. Они уже против не говорят. Да ждетесь, что вас выкинут отсюда. Прямо так сурово он с ними говорил, говорит, и вас поминает. Но он-то не видел, что стоит человек, который мне передаст это за дверьми. Ну все, 33, 3 минуты уже ушло. Давайте, молитесь. Тут пришел Роман сегодня, ему наказ проликов, Роман Николаевич, чтобы он молчал, нигде не вылазил. Тут все, как сделано, здесь нет, что-то не пойму. Вроде был. Здесь. Здесь. Ну вот так, смотри, чтобы не потеряй. Вот так. Ну вот кто тут? Олег Бушило. Пускай помолится. Давай. Достойная истинно Блажит Детя Богородицу, Пресноблаженную и пренеборочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без искления Бога Словородшую сущую Богородицу Тя Величаем Олег Бушило за все Господи Благодарю Тебя за то, что наполняешь истиной своей, просвещаешь сердце и ум наш Господи. Слава Тебе, Отец, Сын и Святый Дух. Господи, благодарю Тебя за братьев, с которыми мы встречаемся в интернете. Господи, благодарю Тебя за день сегодняшний, за прекрасное время, в которое мы можем молиться Тебя, к Тебе. Слава Тебе, Отец наш, Сын и Святый Дух во веки веков. Аминь. 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 Так,